Мемориальный комплекс Брестка «Крепость Герой» – памятник героям границы, женщинам и детям, подвигам своим в бессмертие, шагнувшим. 54 специалиста пограничного контроля, стоящие по стойке смирно, для каждого из них это особенный, долгожданный и волнительный день. День, когда на их плечи легли звезды. Преодолена еще одна ступень их мастерства. 15 человек прошли курс по подготовке прапорщиков-контролеров подразделений пограничного контроля и 39 курс подготовки младших офицеров Центра подготовки специалистов пограничного контроля. Все выпускники сделали осознанный выбор, связали свою судьбу с защитой и охраной границы нашей страны. Значимый в то же время волнительный день в процессе нашей служебной деятельности. Сегодня мы получили свое первое офицерское звание. Особо важно, что данное офицерское звание мы получили на исторической земле, то есть прославленной земле, нашей героической земле Брестской крепости. Это особо важно для нас, является честью для нас. Этот день очень важен для меня, потому что это звание, это первые звезды мои. Также это вручение проходило возле памятника защитников границы. Мы являемся тоже защитниками границы. Это очень важно, потому что в дальнейшем это будет основа дальнейшего развития, а также освоения этой профессии. На обучение в Центр переподготовки приехали специалисты пограничного контроля со всей страны. Важно понимать, что каждый из них в профессии уже от 5 до 15 лет. Это не новички, это опытные, подготовленные военнослужащие. Они и сегодня отлично выполняют свою работу. Задача же Центра за три месяца отшлифовать их знания и умения и в результате вывести специалистов на новый уровень. Это все люди не просто так, а те, которые показали своей службой, показали, которые обладают навыками, которые имеют управленческие какие-то организационные способности. Они все отбирались. Сюда приехали только те, которые действительно, как говорите, лучшие из лучших. Это действительно сложный такой этап и обучение. Мы видели на экзаменах, принимая эти экзамены, что и волнение присутствовало. Ну, естественно. Но все подготовились, все справились с поставленной задачей. Поэтому для них это вообще радость, конечно. Да и для нас тоже. Программа обучения построена таким образом, что старший контролер и замначальники смен учатся руководить личным составом, учатся организовывать службу. В настоящее время, согласно своих функциональных обязанностей, они этим не занимаются. Но в дальнейшем, в готовности, когда они будут расти, перемещаться на высшие должности, они уже научились и будут уметь и смогут выполнять те поставленные задачи, которые будут прежде. Это самое основное, что дает Центр подготовки специалистов по ограниченному контролю. Не зря считается, что основная черта всех несущих службу на границе людей – это знание. Только непрерывная учеба и совершенствование своего мастерства может послужить толчком к успешной работе. Продолжение следует...